Добрый вечер! Вы смотрите новости седьмого канала в студии Натальи Шабыка. Коротко, главные темы дня. Уже расположились. Все хорошо, солнышко. Давай. Не унывай, все прекрасно. Все живы, здоровы, в тепле. Мобилизованные из Красноярского края осваиваются в казармах. Какие там условия и что их ждет в будущем? Силовой удар по пробкам. Выгодны также недостатки системы видеонаблюдения, адаптивных систем управления светофорными объектами. Проблемы заторов на дорогах Красноярска решили устранить в прокуратуре, чтобы советовали городским чиновникам люди в форме. Дом с душком. Я удивляюсь, что до сих пор не будет кредитной меры. Больше я ничего сказать не могу. Просто затыхаются. Вонь в квартирах и подъездах. Как от плохого запаха спасаются на улице судостроительной и откуда он взялся? Профессии будущего. Почему все больше ценятся те, кто умеет что-то делать своими руками и сколько им готовы платить работодатели? В России появится 4 новых региона. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к нации. Президент назвал результаты референдумов более миллионов людей. После выступления в Большом Кремлевском дворце пройдет церемония подписания договора обхождения освобожденных территорий в состав Российской Федерации. Речь о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской, Запорожской областях. Сегодня также запланирована встреча российского лидера с главами присоединенных территорий, которые прибыли в Москву. Президент, обращаясь к россиянам, объявил минуту молчания в памяти погибших на Донбассе. Подробно о том, что еще сказал Владимир Путин, расскажем вам в понедельник. Первые мобилизованные уже обустраивают свой быт в учебных частях, куда они приехали перед отправкой в зону специальной операции. Здесь они должны пройти военную подготовку. Это займет от одного до трех месяцев. Поезд с красноярцами, которых провожал губернатор края, вчера прибыл в Омск. Земляков поселили вместе в четыре казармы, накормили ужином. Лилия, жена мобилизованного, общается с мужем по три-четыре раза в день. Из сотовой связи интернет на территории работают. Резервистам сказали, что в ближайшие дни им выдадут банковские карты для получения зарплат. В самих казармах тепло, но тесно. Кровати хватило не на всех, и некоторым поставили нары в учебных классах. По словам самих мобилизованных, им пока не говорят, когда начнется обучение и куда именно они поедут. Вчера они приехали со своими сухопайками, которые здесь выдали. Они их там доедали, но, говорит, еще осталось. Сегодня их уже кормили, вчера кормили ужином, сегодня завтраком. Он сказал, что дали зимние берцы, зимние бушлаты, термобелье. В социальных сетях тоже переживают, что как же каски, бронежилеты и оружие. Вот он сейчас стоит на получении этого. Медосмотры никакого не проходили ни здесь, ни там. Потому что на месте у них в учебной части сейчас, он сказал, больше 4 тысяч человек. Но, естественно, это долгое дело. Субтитры делал DimaTorzok Вчера на заседании правительства было принято постановление, которое подготовлено нами в рамках выполнения поручения губернатора Красноярского края Александра Викторовича Уса по единовременной выплате граждан, которые призваны по мобилизации. В постановлении правительства оговорено, что выплачиваться будут за счет уменьшения средств по определенному направлению расходов бюджета. Это обычный бюджетный процесс, когда средства действительно были заложены в связи с тем, что закон пока что не вступил в силу. Они просто остались свободными и направлены на другие меры поддержки. Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных россиян. Производства могут быть полностью или частично остановлены по любым категориям взысканий. Для этого должнику нужно предоставить документы, подтверждающие, что он проходит военную службу. Заявление можно написать прямо на сборных пунктах. Так, в Красноярске организован дополнительный мобильный офис приема граждан рядом с железнодорожным вокзалом. Улица Деповская, 34. Консультацию можно получить по телефону 222-02-44. Заявления о приостановлении исполнительных производств, находящихся на принудительном исполнении в различных районах края, по любым категориям взысканий могут быть поданы в Едином центре приема граждан по адресу город Красноярск, улица Карла Марса, 112А, либо в местонахождении отдела судебных приставов по району края, либо в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю по адресу город Красноярск, улица 6 Полярная, дом 2. Митинг-концерт «Мы вместе» в поддержку результатов рефрендумов прошел в Красноярске. Тысячи горожан собрались сегодня на театральной площади, чтобы выразить единство жителей России и Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. А хорошая погода и песни артистов театра оперы и балета побудили горожан даже танцевать. На место концерта пришли представители общественных организаций, политических партий, гражданские активисты и просто красноярцы с семьями. Собравшиеся держали флаги России, георгиевские ленты и таблички с лозунгами. Мы пришли сюда, чтобы поддержать наших ребят, которые сейчас в трудную минуту отстаивают нашу страну, наши земли. Я считаю, что то, что мы вместе, это самое главное, потому что мы все россияне и мы своих не бросаем. И здесь пришла именно потому, что у меня такая позиция. Напомню, голосование в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсоне и в Запорожье по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли с 23 по 27 сентября. Жители территории сделали выбор в пользу России. И сейчас мы будем едины. Они столько лет ждали, 8 лет с такими потерями, с такими испытаниями. Для меня это очень важно, потому что я сама была в фашистском концлагере с дедушкой, с мамой. Эти люди, которые там проживали, наши граждане, это женщины, это дети, это мужчины, они ждали этого дня. И сегодня это свершилось. Но сразу приходит на ум та песня, как пели Великую Отечественную войну, этот праздник со слезами на глазах. Потому что 8 лет они ожидали, они терпели, несмотря на тех мужчин, которые встали и отстаивали эту территорию. К другим темам. Красноярский автомобиль попал под поезд. Все произошло на железнодорожном переезде около станции Тихие Зори. Водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся электропоездом, который перегонял пустые вагоны. Машинист электровоза применил экстренное торможение, но хоть состав и двигался очень медленно, это не помогло. Оттуда легковушку перевернуло и смяло. ДТП не повлияло на движение поездов, так как по этому пути ходят в основном электрички и в другое время. А вот водитель Тойоты получил травмы. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку. Обстоятельства еще устанавливаются. Водитель просто чудом остался жив. Через некоторое время движение возобновилось. И мы всем водителям Красноярска напоминаем на всех абсолютно железнодорожных переездов. Необходимо соблюдать правила пересечения железнодорожных переездов. Это гарантия сохранения вашей жизни и жизни тех пассажиров, которые могут быть в поезде. Это уже не первый случай в Красноярске в этом году. 18 февраля автомобиль такси угодил под пассажирский поезд в районе проспекта Свободной около станции Путепровод. Столкновение произошло на очень большой скорости. Такси протащило около 100 метров. Машину разорвало на куски. Однако водитель такси не просто выжил, но и не пострадал. Как позже выяснилось, он был пьян, ехал по навигатору, который завел его под поезд. Всего на Красноярской железной дороге за 9 месяцев этого года зарегистрировано 8 ДТП. Столько же было за весь прошлый год. Пробки на дорогах Красноярска решила пробить прокуратура. Ведомстве заинтересовались заторами в час пик. Так ежедневно в городе фиксируются пробки до 9 баллов. А системы видеонаблюдения и управления светофорами имеют недостатки. В итоге правоохранители направили в администрацию конкретные предложения по улучшению ситуации. При этом руководители муниципальных предприятий предупредили о недопустимости срыва сроков ремонта дорог города. Устранение нарушений поставлено на особый контроль. Причиной является отсутствие необходимых светофорных объектов. Кольцевые пересечения на таких улицах, как Крупская, Перевод телевизорный, улица Чернышева или Стасова. На ряде участков дорог, как зрелая необходимость в расширении ширины проезжей части. Также оборудование многоуровневых развязок. Выявлены также недостатки системы видеонаблюдения, адаптивных систем управления светофорными объектами, устаревшие контроллеры на светофорах. В апартаменте городского хозяйства сегодня нам сказали, что борются с пробками в Красноярске ежегодно. В этом сезоне на оптимизацию дорожной сети в бюджете города предусмотрено 100 миллионов рублей. Но некоторые работы по выполнению муниципальных контрактов действительно вышли за сроки. Это ремонт дороги на Майорчика, мост через Качу и путепровод через проспект Красноярский рабочий на улице Мичурина. Здесь серьезно на сроки работ повлияли погодные условия, а в некоторых местах огромное количество неучтенных проектом сетей. Поэтому пока всех автомобилистов просят потерпеть. Мы, конечно, не отрицаем, что пропускная способность исторически застроенных, построенных в Красноярских улиц, она, конечно, не успевает за ростом количества автомобилей и необходимы как глобальные, так и локальные меры. И ежегодно делается все возможное для того, чтобы оптимизация дорожного движения на тех или иных участках была и заторы сокращались. Сейчас предпринимается все возможное для того, чтобы как можно скорее завершить работу, по крайней мере, на проезжей части. Бабушка под прикрытием вышла на улицы Красноярском. Пожилая женщина просила прохожих перевезти ее через проспект имени газеты «Красноярский рабочий» в неположенном месте. За происходящим из укрытия наблюдали сотрудники ГИБДД. Специальный агент – это ветеранных ведомства. Акции с участием таких актеров городские правоохранители проводят не первый раз. Сейчас ее приурочили ко дню пожилого человека. Ранее же помощью людей вокруг просил якобы пьяный водитель, а скоро будут и дети. Так инспекторы проверяют сознательность красноярцев. Со всеми участниками в конце эксперимента проводят профилактические беседы, но при этом никого не штрафуют. Ведь главная цель – напомнить о правилах дорожного движения. Ну я посмотрела, думаю, дорога пустая. Думаю, пройду, потом смотрю, все-таки машина едет. И я уже потом сделала шаг назад, говорю, нет, пойдемте, смотрите, пешкот рядом. И смотрю, все бегут, и думаю, ну понятно. Примерно прошло мимо бабушки 20 человек. Пять из них проигнорировали просьбу бабушки. Двое граждан согласились перевезти бабушку в неположенном месте, но мы этот момент пресекли. Жуткий запах мучает жителей белых роз. Почти две недели жильцы нескольких домов по улице Судостроительной задыхаются. Зловоние из канализации портит жизнь сотням людей. Однако коммунальщики долгое время бездействовали. В истории с запашком разбирался наш корреспондент. Две недели мы уже задыхаемся. Зловонный запах фекалий завладел домом на Судостроительной 137 с первого по десятый этаж. Дышать полной грудью тут не стоит и пытаться. Жители почти каждой квартиры уже обращались в свою управляющую компанию, кто добил в колокола аварийной службы с просьбой устранить запах. Я удивляюсь, что до сих пор не принято имело. Больше я ничего сказать не могу. Мы просто задыхаемся. Спасаются от зловония кто как может. Запах неимоверный вообще. Вот ребенок грудной у нас, и мы даже в квартире ощущаем. А вот пока ребенок спит, я по комнате проветриваю по очереди. Но как-то это помогает? По-моему, не очень. Стоит открыть дверь, все. Вот чуть-чуть щелка, уже запах. Одни бегают из комнаты в комнату, в спальне откроют окно и уходят в проветренный зал. Когда станет невыносимо, переходят обратно. И так по кругу. Другие просыпаются среди ночи от удушливого запаха и вынуждены проветривать. Некоторые последние две недели и вовсе живут словно на улице, так как окна вообще не закрывают. Вчера вот с соседкой разговаривала, тоже дома, прохладно дома, потому что вот это все стоит открыто, а иначе запах. Я ходила в управляющую, соседка ходила в управляющую компанию, что ну работают, делают, но тоже думаю, на выходной нас оставят с этим или... Окна на лестничной площадке и дверь в подъезд тоже настежь, но едкий запах чувствуется еще на подходе к дому. На первом этаже находится детский садик. Воспитатели приходят заранее, чтобы успеть проветрить помещение. Когда по утрам сюда заходишь, ну открываешь садик, то здесь тоже запах бывает. Как будто пахнет чем-то таким прокисшим, капуста какая-то прокисшая. В течение дня у нас, мы сейчас на улицу ходим, тоже проветриваем. Мы тоже думали, что может где-то канализацию прорвало. Причина в канализации. Только ее не прорвало. Неделю назад недалеко от дома засорился коллектор. Сточные воды ближайших домов попали в подвалы. Коллектор находится под новеньким парком, а вот проезда для спецтехники к нему нет. Это и стало проблемой для коммунальщиков подобраться к колодцам и вывести нечистоты. И вот сегодня из подвала донеслось обнадеживающее журчание. В администрации Свердловского района пояснили. С решением проблемы не затягивали. Им об этом стало известно буквально вчера. И если бы жители оповестили их раньше, зловоние было бы устранено уже давно. Поэтому при подобных ситуациях нужно обращаться напрямую в администрацию района, в отдел жилищно-коммунального хозяйства. И судя по тому, что говорят коммунальщики, долго ждать такого случая не придется. Раз в три месяца мы ликвидируем по этому адресу большую мусорную пробку, которая образуется из-за того, что жители близлежащих домов используют унитаз не по назначению. И вместо мусорного ведра смывают туда твердый бытовой мусор. Вот и получается, кому-то тяжело дойти до мусорных баков, а другие потом живут словно на помойке, а коммунальщики к ним на помощь не всегда могут быстро добраться. Виктор Бородин, Виктория Мартонник, Валерий Чащин, Седьмой канал. Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться. Правда, темпы уже не такие высокие, как в начале недели. Сегодня положительный тест получил 391 житель нашего края. Это всего на 10 случаев меньше, чем накануне. 750 человек выздоровели, 68 больных пришлось госпитализировать. Двое не справились с болезнью. Красноярские студенты и школьники выносили раненых в костюмах химзащиты, боролись с огнем и даже брали штурмом здания. Так в краевой столице прошла военно-спортивная игра «Служу Отечеству». 16 молодежных команд соревновались в боевой выучке и сплоченности. О том, как ребята преодолевали этапы, расскажет Дмитрий Затнепрянов. Вами гордятся родители, наставники, ваши друзья. Так руководитель Департамента общественной безопасности администрации Красноярска Михаил Будников поприветствовал участников ежегодной военно-спортивной игры «Служу Отечеству». Первенца проходит уже в 27-й раз. По традиции юные участники выстраиваются у мемориала победы и под команду «Смирно» отдают воинское приветствие почетному караулу. Далее победители соревнований прошлого года возлагают гирлянду к вечному огню в память красноярцев, павших в Великой Отечественной войне. Только после церемонии команды отправляются на полигон острова Молокова. Помимо физических подготовок здесь очень много дисциплин, которые требуют большого внимания и усердного труда. Одно из сложных – это, я считаю, метание ножей, потому что очень тонкая дисциплина, и нужно к ней усердно готовиться. Там баланс ножей, их длина и так далее. Я пойду в армию, скорее всего, ну не скорее всего, а точно после колледжа. И эта подготовка даст очень хороший старт в начале прохождения службы. Микаэль Думикян – капитан в своей команде. В состязании он участвует уже четвертый раз. Главными испытаниями из всех 11 этапов, кроме метания ножей, он называет строевую подготовку и так называемый встречный бой. Мы находимся на этапе встречный бой. Сейчас команда будет пытаться захватить базу при помощи пейнтбольных ружей. На все про все у них дается 5 минут. Главная задача – или окружить здание, или расстрелять всех защитников базы. Штурмующую команду Микаэля встречают 5 стрелков, засевших в окнах первого и второго этажа. Пораженный шариком с краской сразу же выбывает, покидая поле боя с поднятыми руками. Больше половины сборных проваливают задания, но есть и рекордсмены. Как, например, курсанты военно-учебного центра СФУ, победившие в старшей номинации. Они взяли дом за 48 секунд. Главная цель нашей игры военно-спортивной «Служу Отечеству» – это, конечно же, все-таки оценка реальной подготовки курсантов военно-спортивных и военно-патриотических клубов. Здесь они получают, наверное, все-таки тот уровень психологической подготовки и уровень физической подготовки, который им потом в будущем понадобится. Ребята проверяют свои навыки не только в боевой, но и в спасательной и тактической подготовке. Они тренируются эвакуировать человека из зоны заражения в комплектах защиты, тушат пожары, пробуют себя в роли офицеров штаба, дистанционно управляя макетами техники. Таким образом, военно-патриотическое воспитание охватывает и детей, и молодежь. Дмитрий Заднепрянов, Станислав Никифоров, Седьмой канал. Снег, выпал минувшей ночью в окрестностях Красноярском. Белые хлопья вместе с дождем полетели в Солнечном и на трассе в сторону Балахты. Примерно такая же погода ждет красноярцев и на выходных. Как прогнозируют синоптики, этой ночью в Красноярске ожидаются заморозки до минус 1 градуса. В субботу днем будет плюс 4, облачно, небольшой дождь. В темное время суток минус 1, в воскресенье днем температура воздуха поднимется до плюс 3. Однако к ночи снова похолодает до минус 1. А начнется рабочая неделя с потепления. В понедельник днем будет плюс 5 и без осадков. Молодежное правительство предлагает школьникам и студентам попробовать свои силы в борьбе с коррупцией. Для этого разработаны образовательные программы, а на специальном портале молодежь выкладывает уроки цифровой грамотности. Там можно научиться, например, снимать, монтировать видео или заказать курс лекций на интересующую вас тему. Сегодня сразу после выпуска новостей расскажем, каких успехов уже добились некоторые школьники. Смотрите подробности в программе «Студия 7» в 20.00. Аллея Ангелов появилась в Красноярске. Она расположилась рядом со школой номер 156 в микрорайоне Солнечный. Такие символичные места появляются по всей России. Народную акцию проводят в память о детях, погибших на Донбассе. На Красноярской аллее сегодня высадили 40 рябин. В акции приняли участие школьники, учителя, волонтеры, общественные дети или представители городской и краевой власти. «Когда говорится о том, что 8 лет население Донбасса подвергалось геноциду со стороны киевской власти, становится, когда слышу вот эти истории про погибших детей Донбасса, про их родителей, как они сейчас живут и борются, становится понятна необходимость того, что сейчас делает страна. Это важно и для того, чтобы помнить, что ничего дороже жизни ребенка нет и быть уверены, что мы все делаем правильно». Из Красноярска в сотню селесоветов уехала новая спецтехника. Тракторы только успели сойти с конвейера белорусского завода, еще пахнут свежей краской и уже готовы работать в районах с высокой пожарной опасностью. После возгораний в мае этого года губернатор края поручил купить современные спецмашины и отправить их туда, где автопарк уже устарел. А, например, в Каннском районе подобной техники не было вовсе. Теперь появится сразу 4 единицы. Абонский район получил 15 тракторов. «Она у нас и в чистке дорог будет участвовать, и в опашке населенных пунктов, и в скотке травы, то есть во многих мероприятиях». «На все случаи жизни, на круглый год, потому что отвал – это чистка снега в зимний период. Круглогодично будем использовать. Это очень радует». Сегодня Александр Ус вручил главам района ключи от машин в рамках губернаторской программы «Чистый край». В комплект входит не только трактор, но и навесное оборудование, например, косилка для травы, прицеп, водяная цистерна, механическая щетка для асфальта. Еще 58 муниципалитетов получат такую же помощь уже в следующем году. «Все-таки, когда у муниципалитетов есть еще, своя техника, наша вот такая вот проверенная, это добавит результата. Мы думаем, что программа эта будет продолжена. Во всяком случае, в бюджете следующего года уже планируем финансовые средства на то, чтобы там, где она особенно эффективно используется, мы еще добавим». В этом году впервые в России будет отмечаться День среднего профессионального образования. Почему появился такой праздник и в чем преимущество выпускников техникумов и колледжей перед выпускниками высших учебных заведений? Смотрите в сюжете нашего корреспондента. Альбина учится в строительном техникуме работать с деревом. Это, казалось бы, мужское дело, девушке очень нравится. «Я сделала трещины в старом изделии. Почему вообще решила поступить на такую неженскую, скажем, специальность? Просто интересно стало. Интерес двигает все». В отличие от вузов, где практика обычно начинается на третьем курсе, студенты техникумов могут довольно близко познакомиться со своей будущей профессией уже со второго, а иногда и с первого года обучения. Тут сразу можно увидеть свои ошибки. Если даже что-то не заметили, всегда подскажет мастер производственного обучения с большим опытом практической работы. Мастер Алексей сам выпускник этого техникума. Сейчас передает знания тем, кто так же, как и он, выбрал делом своей жизни рабочую специальность. У среднего профессионального образования перед высшим есть свои преимущества. Это экономия на обучении, причем не только в деньгах, но и во времени. При этом получив высокую квалификацию, на учебу уходит меньше лет. А поступить в техникум можно уже с девятого класса. Студенты у нас учатся по специальностям строительства и эксплуатации, мастер отделочных декоративных работ, реставраторы. Наша роль – дать им эти навыки, обучить их, рассказать им, как правильно делаться, как правильно подобрать инструменты для каких-либо работ, выполнять работы, которые требуются у нас непосредственно на рынке труда. Тем не менее, у многих стереотип, что успешной жизни без высшего образования быть не может. И специалисты среднего звена получают очень мало. Однако эта страшилка не имеет под собой основания. По заработной плате многие профессионалы со средним образованием не уступают тем, кто учился в вузах. При этом с навыками и опытом найти работу хорошему специалисту проблем нет. А в техникумах делают все для того, чтобы студенты ими стали. Закидывай, как ты сейчас говорила, один кусочек. А, точно, ты уже, это масло. А я только положу на ножку. Ну что хочешь сказать мне? Нет. Ждем. Еще ждем. Сейчас в крае 89 образовательных учреждений готовят специалистов более чем по 180 профессиям и специальностям. Получает рабочую профессию больше 71 тысячи человек. А 15 тысяч проходят переподготовку и повышают квалификацию. На протяжении всей своей истории выполняет роль для того, чтобы наше государство было обеспечено рабочими кадрами. И по те потребности, по те экономические задачи, которые сегодня актуальны. А в последнее время мы стали еще и заниматься тем, что готовим кадры на опережение. Именно поэтому 2 октября учрежден специальный праздник. День среднего профессионального образования. Наталья Архипова, Виктория Мартоник, Валерий Чащин. Седьмой канал. И теперь информация о погоде. В субботу 1 октября в Красноярске облачно возможен дождь. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ночью 1 градус уже холода, но днем до плюс 4. К этой минуте у нас есть сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900 333. Присылайте фото, видео, текстовые сообщения на наши вайберы. Ватсап номер 8 391 2 900 333. А также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. С вами была Наталья Жабыка. Ну а прямо сейчас смотрите, как школьники могут бороться с коррупцией в программе «Студия 7». До встречи!